Меняем колодки на Киа, карнивал. Начинаем с передних. Раскручиваем. Гайки. Обычным ключом. Главное, чтобы не сломать ключ. Он единственный. Когда болты раскручены, можно приступать к намкрату. Все. Домкрат на Киа вот такой вот. С крючком. И с ручечкой. Пока так накрутим. Тут есть специальная выемка для домкрата. Главное, обычным ключом. Главное, говорим. Главное. 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 Продолжение следует... 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 чтобы снять старые колодки вам нужно открутить два болта один вот тут вот находится был второй вот здесь вот вот здесь вот можно открутить один приподнять эту часть вот этот суппорт с поршнями вытащить колодки но так как колодки тонкие и вы новые просто не впихнете вам нужно будет открутить вот этот вот вот эту гаечку это для накачки давления спуска давления то есть ключик на 10 спокойно откручиваете можно вставить трубочку пласть шланг маленький тоненький в баночку с тормозной жидкостью чтобы тормозная жидкость не так как у меня разбилась по всей а именно шла в баночку и тогда когда вы открутите и она начнет поршня будут свободны и вы можете отвертку вставить вот сюда вот и оттолкнуть поршня внутрь то жидкость начнет выходить и когда она остановится может захлебнуть воздух и туда вовнутрь и для этого ставится трубочка с баночкой и с тормозной жидкостью чтобы в банке была тормозная жидкость и чтобы не попал воздух но после того как в любом случае вы уже все сделали поставили новые колодки они уже стоят и вот эта вот часть должна быть сверху это левая правая есть колодка и вторая колодка идет без вот этой пружинки это пружинка и там идет еще пластина для поршней тут мы это все установили вставили и один человек садится за руль начинает качать тормоза надавливать 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 на педаль потом я могу стоп он ее давит я откручиваю этот вот эту вот спусковую часть выходит воздух с жидкостью я закручиваю все там воздуха уже нет это мы прокачали тормоза чтобы домкрат не был постоянно в нагрузке потому что это очень слабый домкрат я ложу колесо под машину можно с этой стороны вставить можно с этой стороны главное чтобы упиралась где-то на рычаг чтобы все давление шло на колесо и тогда себе спокойно работаю и это безопасность того что если даже домкрат соскользнет то машина упадет на колесо и вы потом сможете подсунуть домкрат и поднять но так как этот домкрат совсем тоненький то лучше поддержку делать в любом случае подставлять колесо и опускать машину на колесо или там на какую-то часть бруска там какое-то дерево в любом случае чтобы она нормально держалась на колесе а не данном крате сейчас я опять приподнимаю домкрат ставлю колесо обратно и перехожу на следующий а прикручиваем нижнюю гайку чтоб колесо не выпало все он уже висит можно закручивать гаечки затягиваем накрест если начинаем с одной гайки и через одну крутим вот так вот через ну а потом а можно вообще накрестно так крутить но лучше конечно так чтобы колесо ровненько легло диск вот так вот подтягиваем чуть-чуть все спускаем домкрат это часть готова чтобы поменять колодки нам всего лишь понадобится домкрат ключ для того чтобы открутить колесо отвертка для того чтобы что-то там поджимать ключ для откручивания суппортов и спуска давления с жидкости тормозной все вот эти все ключи нужны для того чтобы поменять колодки поехали и 90 килограмм чтобы подкручивать гайки таким ключом а 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 Все. Продымаем. Все, колесо откручено. Все, колесо откручено. Все, колесо откручено. Все, колесо откручено. Надо будет вывернуть руль в левую сторону. Чтобы удобно было снимать колодки и раскручивать болты. Выкручиваем вот этот болт и вот этот болт. Можно чуть-чуть побрызгать ВДшкой, а вдруг они закипели, закисли. И надо будет их не выламывать, а нормально раскручивать. Берем головку на 14. И просто можно подождать, конечно. Нежелательно этой трещоткой выкручивать, но они легко выкручиваются. И этот можно выкрутить тоже самое. Ага, он вообще расслаблен. Все, сейчас я попробую так вытащить, выкрутив один болт. Сейчас я выкручиваю этот болт и приподниму суппорт. Болт в нормальном состоянии. Вот так вот я приподнимаю. Вот смотрите, вот наши колодочки, которые уже подустали. Вот нам для чего нужна отвертка. Выковыриваем старые колодочки. Вот, посмотрите, уже пошел металл. Вот когда ты не меняешь вовремя колодки, происходит вот такая вот дичь с диском. Ну тут еще можно чуть-чуть покататься еще. Эта колодка уже почти на исходе, это в ноль. Вот такие вот дела. Тут даже пластинка есть. Или это от колодки она оторвалась. Ладно, берем вот эту пластину, снимаем. И ставим на новую колодку. Вот эта вот часть должна быть сверху. И вот тут вот сверху пластина. И вот тут два таких выпуклости для этой пластины, чтобы оно ровно легло. Все. И туда мы ее вставляем. Наверное верхнюю часть, потом нижнюю. Все, вот так она на месте встала. Сейчас попробуем закрыть. Закрываем. Берем, откручиваем вот эту вот, снимаем пробочку. Снимаем пробочку, снимаем резиночку. Вот тут с резиночкой такой идет. Берем ключик на 10 и чуть-чуть откручиваем. Открутили. Что мы дальше делаем? Все, потекла жидкость. Сейчас у меня нет баночки сейчас. Я просто прикрою, чтобы она не брызгала. И засовываю отвертку вот сюда вот. И отталкиваю колодки. Ой, суппорта. Чтобы у меня вместилась новая колодка. Потому что тут уже нет зазора совсем. Я даже приподниму чуть-чуть. Вот так вот засуну отвертку. И вот таким вот образом отталкиваю суппорт. И вот тут сливается жидкость. Отталкиваю. Можно даже было второй болт. Надо чуть-чуть больше открутить. Хотя нет. Все. Можно быстренько закрутить. Там мог попасть воздух. Но это не страшно. Засрали чуть-чуть. Но я предусмотрел. Постелил бумагу. И все остальное. Вот так, чтобы за собой убрать. Все. Можно будет кидать вторую колодку. Вот. Берем. Ее вставляем. Все. Вставили колодку. Не хватило места. Выкручиваем чуть-чуть. Чтобы можно было его еще оттолкнуть. Не хватило места. Я думал, что уже все. Сейчас мы его оттолкнем. Все. Один оттолкнули. Сейчас второй поршень отталкиваю. Затем. 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 тряпочку закрываем эту штуку и один идет прокачивать тормоза сейчас возвращаем колесо обратно закручиваем и все готово закручиваем колесо и все уже готово